МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал комментарий. Студия Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня в программе. Шаршеля ФАМ. Девушку использовали в качестве приманки жестокие налетчики в Сыктывкаре. Как удалось ее кавалеру спастись от мучителей? Криминальный тандем. Почти 6 килограммов дурмана завезли в коме два наркокурьера из Саратовской области. Какую самосбродную легенду они придумали для своего оправдания? Контрабанда на почте. Необычную посылку обнаружили полицейские в Иркуте. Для чего понадобилось масло каннабиса? Автоинспекторы разыскивают водителя Сан-Йонг Кайрон, который спровоцировал аварию в микрорайоне орбита. Дорожный инцидент произошел утром 28 января. Сама момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На записи видно, во двор 85-го дома по улице Тинтиковска выезжает темно-серый внедорожник. Рамный автомобиль сдают задним ходом и касательно ударяют припаркованный седан. Совершив столкновение, водитель внедорожника поравнялся с поврежденным автомобилем. Видимо, оценив повреждение, нарушитель принял решение спешно покинуть место происшествия. По данному факту, стражи порядка проводят административное расследование. Всех, кому что-либо известно об этом инциденте или о местонахождении дорожного автохулигана или его автомобиля, полицейские просят сообщить по телефону, который вы видите на экране. Сыктывкарский суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком разбое. По версии следствия, в ночь на 16 февраля 2021 года криминальный квартет напал на кавалера их знакомой. Молодчики долго избивали мужчину и требовали денег. Несмотря на полуобрачное состояние, потерпевший проявил смекалку и чудом спасся от мучителей. Двое из четверых фигурантов в момент преступления были еще несовершеннолетними. Какое наказание им отмерила столичная фемида, знает Михаил Олипченков. В Сыктывкарском суде мать Игоря Будреева и он сам не могут сдержать слез. Через несколько минут им предстоят долгие годы разлуки. Этот путь юноша выбрал себе сам, когда в ночь на 16 февраля 2021 года со своими друзьями Азаматом, Юрой и Семеном совершили жестокое нападение. 31-летний потерпевший, житель города Сыктывкара, поранее достигнутой договоренности, пришел в гости к своей знакомой. В гостях у нее уже ожидали его наши нападавшие. Когда потерпевший пришел, на него сразу же напали, стали его избивать. Налися удары по телу и голове, руками и ногами. При этом все четверо участвовали в избьении. Между ударами пьяные молодчики требовали у потерпевшего отдать им все деньги и ценные вещи. Мужчина выложил им 3700 рублей. Примерно около получаса парни мучили свою жертву, а после решили вывезти в лесополосу. Нападавшие насильно вывели потерпевшего из квартиры на улицу, где также продолжили наносить ему телесные повреждения. И достоверно зная то, на каком автомобиле прибыл потерпевший к указанной квартире, нападавшие против воли собственника, соответственно, взяли ключи от машины и, подавляя волю потерпевшего к сопротивлению, завладели его транспортным средством. Продолжая избивать его, затолкали его непосредственно в автомобиль. К моменту, когда потерпевший оказался в машине, кто-то из соседей уже вызвал полицию. Буквально за какие-то минуты до их приезда нападавшие увезли свою жертву. Мужчину настолько сильно избили, что из-за сильных отёков его глаза уже не открывались. Он понимал, что жизнь его в опасности, и пошёл на хитрость. Когда я лежал на земле, мне пришла мысль в голову, что мне надо как-то отсюда выбраться. Я предложил этим лицам денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Я их предложил проехать ко мне на работу, где лежат денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На что они согласились. Когда потерпевшего привезли к его работе, он специально не отключил сигнализацию и открыл дверь в офис. Мужчина как мог тянул время и делал вид, что искал деньги, которых на самом деле не было. Вскоре на место приехал мобильный экипаж частной охраны, который скрутил налётчиков и передал их полицейским. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Уже в больнице избитый мужчина обнаружил, что у него пропали телефон, обручальное кольцо и 25 тысяч рублей, которые накануне он занимал у брата. Это было где-то в середине февраля. Он хотел маме подарок приобрести. А какого года? Это 21-го года. Да, в феврале. У мать, у него как раз 22-го день рождения, и мы с ним разговаривали. 25 тысяч он передал. Семёна Котельникова, Юрия Алёшина и несовершеннолетнего Азамата Косумова взяли под стражу. Ещё одного юношу, Игоря Будреева, который, в отличие от своих подельников, до этого не имел проблем с законом, отпустили под подписку о невыезде. Всем четверым вменили групповой разбой по предварительному сговору. Фигуранты на следствии и в суде не только отрицали обвинение, но и выдвинули свою версию событий. Её подтвердила и их знакомая, к которой горе ухажёр пришёл в тот роковой вечер. По уголовному делу она была свидетелем. – Так, и что он вам написал? – Значит, у меня есть мяу, давайте встретимся. – Что такое мяу? – С кем ты дома? – Мефедран. – А вам откуда это известно? – Не знаю, в Тастовск. – Вот, он позвонил. Трубку взяли? – Да. – Какой диалог мы с двумя? – Что делать, как дела, с кем дома? – Вот, у меня есть мефедран, давай встретимся. И ты у него секс. Об этом непристойном предложении девушка рассказала своим друзьям. Парни решили проучить мужчину и попросили пригласить его в гости. – Вы не обратились к правопаднике на органы? – Не хочу. – Почему? – Потому что я попросила свою подругу обратиться, потому что у неё хотя бы что-то было с ним, и она могла что-то сделать. – Вы почему не обратились? – Потому что у меня не было доказательств. По версии фигурантов, они требовали у мужчины вовсе не деньги, а наркотики, чтобы сдать его полицейским. Однако эта легенда так и не нашла своего подтверждения. Помимо разбойного нападения, молодчиков обвиняли ещё в угоне автомобиля. По приговору Семён Котельников получил 10,5 лет лишения свободы. Юрий Алёшин – на полгода меньше. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Азамату Касумову назначили 6, Игорю Будрееву – 5 лет общего режима. Кроме того, по решению суда, потерпевший должен получить от своих обидчиков 337 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу. Следствие устанавливает очевидцев смертельной аварии на 30-м километре трассы Сыпевка-Рухта, недалеко от села Зеленец. Дорожная трагедия произошла днём 30 ноября прошлого года. Молодой водитель за рулём отечественных «Жигулей» пошёл на обгон в запрещённом месте. В этот момент по встречной полосе ехал китайский кроссовер. В результате столкновения его пассажиры, девушка и женщина погибли на месте. Предполагаемого виновника аварии с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Второй водитель через некоторое время скончался в реанимации. Всех, кто видел это ДТП, просим позвонить по указанным телефонам в Сыктывкаре. Целую шпионскую легенду об оперативной работе под прикрытием придумал 26-летний житель Саратовской области Василий Ожередов. Вместе с Антоном Ситниковым их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Год назад молодых людей задержали скрытывдинские автоинспекторы на федеральной трассе Вятка. Поведение мужчин показалось полицейским весьма подозрительным. Профессиональное чутьё их не подвело. Репортаж Эдуарда Бушуева. 4 февраля прошлого года скрытывдинские автоинспекторы остановили на федеральной трассе в местечке Морова недорожник, у которого были запачканы госномера, а на передних стёклах излишняя тонировка. Продолжение следует... Пояснилось, что номера на машине чужие. Жители Саратовской области, пассажир Василий Ожаредов и водитель Антон Ситников не могли толком пояснить, зачем после такого длительного пути они ненадолго заезжали в дачный массив. Полицейским стало всё понятно, когда они увидели в телефоне водителя фотографии зимнего леса. Оказалось, за несколько минут до этого пассажир заложил в тайники крупную партию N-метилэфедрона. Пассажир Василий Ожаредов Сколько там лежит? Еще раз. Два пакета. По сколько грамм? Второй пакет, наверное. Один семьсот. Так, а получается, закинул он? Я возле машины стоял. А закинул ты их? Он. Ну, быстрее. Ну, как получается, да? Он закинул. Далеко заходил здесь? Ну, из краешки, наверное. Прямо около дороги. Прямо около дороги закинул. Сотрудниками ГИБДД по Сыктывдинскому району совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми задержаны два гражданина жителя Саратовской области. Задержанные лица находились на территории Сыктывдинского района с целью незаконного сбыта наркотических средств. Часть наркотических средств фигуранты уже успели поместить в лесном массиве неподалеку от места задержания путем тайников-закладок. Незадолго до этого в местечке Соколовка они заложили еще два тайника, почти по килограмму в каждом. В ходе проведения осмотра места происшествия на территории Сыктывдинского района было изъято свыше 3,5 килограмм наркотических средств синтетического происхождения. Два килограмма, которые находились в автомобиле в ходе досмотра транспортного средства, были также обнаружены и изъяты. У них был упаковочный материал, изолента, зип-пакеты. Все необходимое как раз для фасовки и для дальнейшего распространения. Они заложили, но не успели еще скинуть оператору для дальнейшей реализации иным неустановленным лицам. Оказалось, 2 килограмма синтетики, найденные в багажнике, наркокурьеры должны были отвезти в Липецкую область. Это было уже не первое задание оператора интернет-магазина по транспортировке Дурмана по территории России. Следствие установило, Василий Ажередов примкнул к преступной группе в октябре 2021-го. За полгода вырос мелкого закладчика до курьера и привлек к себе в помощь водителя Антона Ситникова. Оба фигуранта действовали от имени одного лица. Впоследствии, через несколько месяцев, ближе к концу года 2021-го, они стали выполнять функции уже курьера. Скажем, зарекомендовали себя в данной организованной группе и они стали уже более крупные объемы партии наркотических средств перевозить в субъекты, которые им укажет оператор. Фигуранты Головного дела перевезли из Московской и Владимирской областей на территории Республики Коми более 5 килограммов наркотических средств. На следствии, а потом в суде, фигуранты стали придерживаться весьма необычной легенды. По утверждению Василия Ажередова, который в юности стал трехкратным чемпионом мира по гребле в составе сборной России, а в последнее время перебивался случайными заработками по перепродаже машин, он хотел работать в одной из силовых структур. Якобы представители этого ведомства сами предложили ему внедриться в интернет-магазин для разоблачения драгдилеров. Версия одного из фигурантов заключалась в том, что он является сотрудником правоохранительных органов и таким образом проходит испытательный срок, по окончании которого его обещали официально оттуда устроить. Перед ним была поставлена задача выйти на оператора интернет-магазина, который дает указания о фасовке и распространении наркотиков по территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Коми. Эту легенду активно поддерживал и второй подельник, 40-летний Антон Ситников, который вообще утверждал, что выполнял лишь роль водителя, не догадывался о наркотиках и был уверен, что по заданию спецслужб они перевозят уран. Правда, на одном из допросов проговорился, что все это Жередов придумал, чтобы избежать ответственности. Сыктывдинский суд тщательно все изучил, в том числе фантазии фигурантов. Признал их вину в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил каждому 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. В Заполярье возбудили уголовное дело в отношении воркутинца, который заказал по почте наркотики. Преступление выявили полицейские и сотрудники по борьбе с контрабандой центральной почтовой таможни. По полученной оперативниками информации, молодой человек заказал наркотическое средство в сети интернет с доставкой почтовым отправлением в Заполярье. Правоохранители отследили посылку и задержали злоумышленника с поличным в одном из почтовых отделений Воркуты. В посылке находилась баночка с косметическим средством, внутри которой был помещен сверток с веществом темно-коричневого цвета. Физико-химическая экспертиза установила, что изъяты чуть больше 2,5 граммов вещества масла каннабиса. За такую посылочку воркутинцу теперь грозит до 3 лет колонии. Молодой человек полностью признал свое вино. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Программа «Крик» к римном комментарии подошла к концу. С вами был Иван Беречевский. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте urgan.rf. Теперь нас можно найти в прямом эфире в видеохозе Герутуб. До встречи в эфире.